Добрый день, уважаемые друзья! С вами Радио Пророка, значит, самое интересное, не только ближайшие 30 минут. Сегодня у нас любопытная, абсолютно не национальная тема. Это проект «Субботы», который реализуется уже несколько суббот в библиотеке, что по соседству педагогическим университетам у нас есть люди, которые создали, стояли у основ этого начинания. Это Михаил Камалеев и Аня Андреев. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Михаил, расскажите, пожалуйста, поподробнее о своем, в первую очередь, проекте. Это о русском языке и о «Пяти субботах». Что это такое, давно ли это происходит и кто к вам приходит читать любопытные лекции? Итак, ну, надо, значит, начать рассказать про движение «Заря», которое я представляю. Я являюсь координатором этого проекта. Движение существует с 2007 года. Я не являюсь его создателем, то есть я в путешествии в его работе год назад. Основная цель работы этого всего – это борьба с проявлением безграмотности в окружающем пространстве. То есть мы занимаемся различной деятельностью, которая помогает людям писать и говорить правильно. Например, у нас работает справочная служба грамотности. Она раньше, в 2007-2011 году, работала в качестве телефонного сервиса здесь, в Ульяновске. А сейчас это сайт «РУсправка.инфо», который дает консультации бесплатные по вопросам применения правил русского языка. У нас работает 10 консультантов со всей страны. И у Заряновск, к сожалению, только один человек. Вот, кстати, если нас слушают студенты-филологи, так как вы хотите правильно сказать? А, вполне возможно. Исторко-филологически сейчас. То мы с удовольствием рассмотрим кандидатуры волонтеров для работы справочной. Вот. И не так давно, 8 сентября, это дело было, мы проводили федеральную акцию, она называется «Охота с ошибками». Она прошла в пяти городах России. Москва, Петербург, Тюмень, Нижний Тагил и, собственно, Ульяновск. То есть мы собирали людей, которые ходили по улицам городов и фотографировали различные ошибки, найденные в рекламе, на вывесках, на остановках и так далее. Но акция прошла достаточно результативно. Уже есть конкретные результаты. Например, на здании Министерства образования на Спасском висит баннер. На нем было две ошибки, и их уже сейчас исправили. Ну, это один пример. Мы подготовили, написали письма по результатам этого мероприятия. Ну, вот ждем от них ответов и исправления. Миша, еще такой вопрос. Вы как-то работаете, например, с одной из самых, наверное, безграмотных составляющих вообще на любом городе, это школьники, которые еще только начинают изучать основы, там, орфографии, синтаксисы и так далее. Не проводили ли акции рядом с образовательными учреждениями, чтобы выявить те же самые ошибки, может быть, у будущих педагогов, чтобы предупредить впоследствии их появления в школе? Ну, школьники, да, это очень активная аудитория наших пользователей. Вот, например, когда справочная работа в виде телефонного сервиса, там бывало такое, что школьники звонили прямо с уроков, там, шепотом громким спрашивали, там, как пишется это слово, там, ну, что-то, ну, видимо. Буквально вчера в справочной задавал вопрос некая девушка Нина из Ростова-на-Дону, пытала наших консультантов, ну, там, какими-то интересными заданиями, а потом выяснилось, что она, оказывается, сидит и решает олимпиаду, ну, не решает, а пишет задания олимпиады, там, у себя, вот. Ну, ее так вежливо сказали, что ай-яй-яй так нельзя, и она после этого отключилась. Вот, но так вот целенаправленно, там, со школьниками какими-то оффлайн-мероприятиями мы особо не занимаемся, но вот, по-моему, это было в офисе, ну, а, нет, это было в прошлой осенью, там, мониторили сайты школ на предмет наличия ошибок. Огромнейшее количество ошибок на сайтах школ, там, в новостях, то есть элементарные такие ошибки, там, что, допустим, ну, в заголовке новости пишутся с маленькой буквы, там, ставится точка, ну, орфографические ошибки, функционных очень много. Мы писали письмо, значит, в направлении образования, поэтому нам не ответили, но ошибки, ну, как-то, стали более редкими, и обращения в наши справочные увеличились. Еще два вопроса, следом, по чьим началам существует вот этот проект, это была личная ваша инициатива, ребят каких-то идеологов, которые решили взять на свои плечи без какого-то финансирования вот эту идею. И второе, сейчас вот учащаются случаи, в первую очередь, в социальных сетях, когда появляется абсолютно новый язык, лишенный синтаксической оформленности, орфографической, пишутся с маленькой буквы, без запятых, сплошным текстом. Такое чувство, что сейчас в социальной сети работает Джойс или кто-то из ранних модернистов. Вот с этим вообще как-то можно бороться? Или это, в принципе, новый язык, его не стоит пока трогать, и к ним можно относиться как-то аккуратно? Ну, знаете, я не филолог, у меня образование совсем другое, и, собственно, мои функции в этом проекте, они больше менеджерские, управленческие. Поэтому я... Управляешь ошибками. А? Управляешь ошибками. Да. Грамотно, наверное, я это не смогу прокомментировать, но то, что касается социальных сетей непосредственно, когда люди общаются между собой или пишут что-то, я думаю, что это в качестве какой-то иронии, или расслабленности, это вполне допустимо. Ну, в общем, не такого какого-то конкретного мнения. Я сам очень люблю писать слово «чоу», например, или «ща». Или две «ц» вместо «сяд-ся». Вот такие вещи. Но это, естественно, только уличные переписки. В качестве, конечно, понятно, что это в качестве шутки. По поводу того, как движение «Заря» создавалось, я уже говорил, что оно было создано в 2007 году, оно создано на базе Ульяновского клуба гражданского образования, это такая некоммерческая организация, официально зарегистрирована, со всеми званиями. А идеологом и создателем «Зари» является Максим Терляев, то есть он директор УКГО и идеолог, собственно говоря, «Зари». К сожалению, он сегодня хотел бы с нами прийти, но он находится в отделе не странного веха, в командировку. Он написал мне такое дневное письмо, это не из меня, значит, повеселитесь. Ну мы или нет, детям, что сейчас лучше, чем нам. Ну возможно, да, он в Берлине присылал фотографию. Еще сожалеет. И говорил, что там пиво, говорит, вкуснее, чем на нас. Ну ладно, такой вопрос. Ну говоря о соцсетях, наверное, так кому-то удобнее оперировать с каким-то сформировавшимися, скажем, мемчиком и так далее. Вот такой вопрос. Каждый из нас, Паша я знаю, я тоже самое, приходится писать посты, выкладывать какие-то сообщения в социальные сети, те же самые с текстом от мероприятия, которое будет проходить и так далее. И не исключая и студенческий пресс-центр, и вообще большинство людей так или иначе допускают не то, что ошибки, а какие-то описки в этих... Паша, несмотря на меня так, ты, может, не допускаешь, а допускаешь. Мне просто смотреть больше некогда, вам тоже неудобно. Да, многие допускают описки какие-то буквально случайные. Вот вопрос, а как бы ты сильно не контролировал себя, не получается иногда этого избежать. А что же делать в такой ситуации? Высыпаться. Высыпаться – это не ответ. Высыпаться куда? Для себя. Вкусы. Чтобы постоянно быть в сознании. Да, ошибки, они допустимы. Как участник проекта. Ошибки, они, конечно же, допустимы, но в том, если это действительно описки, какие-то опечатки и так далее. То есть видно же, что человек несознательно, естественно, это сделал, в этом нет ничего страшного. Если есть возможность это поправить потом, ну, это, конечно, хорошо. Но вот ситуация такая, что, допустим, в начале своей деятельности, заря, вот при достаточно агрессивной организации, то есть там проводились пикеты, да, пикетировали там Министерство образования, когда проводили новые правила Русской СК, какие-то акции около магазинов с неправильными там вывесками делалось. То есть, ну, там, издевались и глюмились. А сейчас мы перешли в более, например, миролюбивые риторики. То есть, если раньше была позиция, что, а, как вам не стыдно, какие вы козлы, вот, то сейчас это, ребята, у вас здесь ошибка, мы вам можем помочь. Ну, думаю, вот эта помощь со стороны, в том числе и там, при различных опечатках, она, ну, надо помогать друг другу. То есть, если раньше вы работали с совестью, теперь вы работаете с сознательностью. Уважаемые друзья, у нас в гостях, пожалуй, самый грамотный человек в Ульяновской области, Михаил. Вот, и прекрасная Аня, которую мы сегодня спрашивать не будем. У нас в качестве белокурого атрибута, пускай им и остаётся, а у нас двери в кинематографический клуб на английском языке. Поехали. В тебе, да, не висит виска, властная, она признавалась к индустриям. Как быть с тем, кто именно в коммерции занимается? Ну, мы... Это интересно, это ужасно. Понимаешь, мы вот выкладываем такие вещи себе на сайт, там, ну, в группу. Тебе пришли. Да. Группа у нас маленькая, там, не особо, еще 10, то есть, большим человеком, сайт достаточно посещаемый. Вот. И фотогалерея, где это все, это один из самых популярных наших хозяев. Ну, можно это... Вообще-то, когда это... Почему Максим-то это всё сделал? Я, наверное, рассказывал, вообще-то, с чего это всё начало? Угу. А он говорит, я, говорит, задолбался, как я ездил по городу и видит, что, ну, вот, ошибки везде. Я, говорит, звонил сам, ну, там, обращался. А он работал в администрации города, он общается там по городу, когда... то есть, ну, было бы непосможенно себя каким-то образом влиять. Но... никак, как я не родился, я решил сделать такую вот организацию, которая была массово-массово. Потому что, интересно, это вообще работает, вот выложишь в интернет, напишешь письмо. Кстати, вот, в ЦИНКА-то там была ошибка, я им тоже говорила об этом, у них прямо на афишах. Если это СИНБИСКИЯ. Кто? СИНБИСКИЯ? Не СИНБИСКИЯ, СИНБИСКИЯ. Что-то такое. СИНБИСКИЯ. Это, зачем, не первая ошибка, что-то там у них там с казаками была тоже ошибка, не согласована была с другими словами. Ну, на самом деле, это все очень серьезно. Это просто очень серьезно, и не хочется переделать баннер. Ну, смеха, что это дорого. Если, может, подойти в позиции смешнофилы такой, если мы видим баннер с ошибкой какой-то компании, мы делаем... Вот делают же это видеообращение в интернете, на Ютюбе опять, что, мол, а можно ли доверять этой компании, раз они не могут проконтролировать элементарный момент и бла-бла-бла, чтобы другие начали следить уже, опасаясь вот этого вот бессмеяния общего. Знаете, мы когда-то охотные инструкции проводили, мы очень хорошую прессу собрали в Тюмени. Ну, прям так вот. Практически все значимые большие порталы онлайн про нас написали. И на одном там сайте 6672.ru Ссылка на 4-й. Была огромнейшая ветка обсуждений. То есть, я к статье там прочитал на 1008 человек. И была огромнейшая ветка обсуждений на комментариях номер 100. Люди предлагали сами вот, ну, это все вот исправлять. Ну, присылали какие-то фотографии там, указывали места, куда-то можно подойти. И пришла одна компания, а, это кафе, комментарий, что, ребят, мы ошибку исправили. Вот это вот. Если вызывать общественный резонанс. Любое уважающее себя предприятие вообще не должно допускать. Идель, да. Но не должно допускать другого сотрудника. Говоря об отпечатках, буквально сегодня видел пост, опять же, в соцсети ВКонтакте, о том, что у нас пошли эти тетрадки обычные, зеленые, для школьников. На обороте с таблицей умножения. Там 6.632, 4 часа, ну, больше не такое. Мне кажется, это составлял Бекетли и УНСКО. Это специально, это проверка знаний. Или так, или так. Как это у нас есть. Мы сейчас работаем на ТСУРОК, там задания. Вашими друзья, мы сегодня говорим о грамотности. У нас есть два специалиста. Один из Дворца книг, другой не из Дворца книг, как Михаил. Он рассказывает о своем проекте «Заря». И не только. Сейчас хотелось бы поговорить о пяти субботах, о циклах лекций на разные темы, от грамотности до, как правильно работать в интернете, раскручивая свои группы и посты. У нас для этого есть, наверное, Аня. Она немного, наверное, расскажет целом о проекте, а Михаил ее дополнит. Здравствуйте. Наверх включить, вниз выключить. Так все, ты включила его. О проекте «Пять суббот». «Пять суббот» организуем не мы, мы выступаем в качестве партнеров, помогаем с небольшой рекламой, то есть раскидываем информацию по своим социальным сетям, журналистам, сайтам. В чем суть проекта? Мне кажется, подробнее расскажет Михаил, и я расскажу именно о своей роли, что делала там именно я. Суть проекта небольшая. Моя роль в этом проекте заключалась в том, что я выступала в качестве эксперта одной из суббот, самой первой. Я рассказывала о работе пресс-службы вместе как раз с Максимом Теряевым. Я выступала от имени как раз библиотеки, именно какая роль пиар-отдела именно в учреждении культуры. Была небольшая коллекция, где основные понятия я озвучила, как именно мы работаем, какие формы деятельности, чем мы пользуемся. И в итоге я провела еще небольшую экскурсию, где показала всем участникам, где именно проходят наши мероприятия, пресс-конференции, чем мы именно занимаемся. Потому что библиотеку у многих, конечно, вызывают вопросы, зачем там вообще нужен пиар-отдел. А на самом деле библиотека – это не просто библиотека, это еще культурное место, где частенько у нас походят... То есть там можно повесить объявления? Очень интересные проекты, да. Да. Уважаемые друзья, это была Аня Андреева. Я все-таки думал, что она главная по этим пяти субботам. Я глубоко ошибался. Михаил. Как вы слышите? Мы тогда перепутали микрофон на вашу сцену. Ну, пять суббот – это цикл лекции о реализации общественно значимых проектов. Всего десять лекций. Но, правда, к нам приходят еще спики, не согласованные сами, ну, различные знакомые заходят там на... Сказать там на... Несколько слов. Вот. Первая суббота была посвящена работе пресс-службе. Вторая – это социальное и творческое предпринимательство. Там была в гостях художник Екатерина Цыганова, которая рассказывала о своей работе, о том, как она... Ну, не только вот о картинках, да, и творчестве, а о том, как она его продвигает, как она его монетизирует. То есть там на своих мастер-классах, там о том, как она сувениры различные делает. Вот. И выступал Руслан Кашперский, директор регионального центра поддержки предпринимательства. Он рассказывал о... Ну, как бы, о бизнесе вообще и о мерах поддержки бизнеса на территории Ульяновской области государственной поддержки на Ульяновской области. Вот. И вот в прошлую субботу, 15-го числа, мы рассказывали об образовательных проектах. Один из выступающих был я. Второй человек – это Надежда Дерябина, представитель теплицы социальных технологий. Такая организация межрегиональная, которая в десяти, по-моему, регионах она существует, которая, ну, связывает айтишников и некоммерческие организации. То есть с ее помощью можно делать сайт, опрашивать услуги дизайнеров в чем-то. Зачастую можно сделать бесплатно. То есть такие вот вещи. Вот. И в следующую, точнее, на этой неделе, субботу, 22-го числа, у нас День журналистов. Будут Дарья Касаринова, это журналист, издание «73 онлайн-рога», и Виктория Чернышева, это собственный корреспондент российской газеты. Думаю, что это будет такой самый зубоскальный день, как-то мастер Аперам рассказывает, влагу лиц. Так что приходите, будет очень интересно. Все это дело проходит на дворце книги в 12 часов по субботам в зале Карамзина. Еще такой вопрос. Почему именно 5 суббот, хотя цикл лекций более расширенный? Есть ли какой-то определенный концепт у этих лекций? Они все связаны с продвижением, с медиа-технологиями? Или это абсолютно разношерстные лекции? Не знаю, от декора до вышивания крестиком и так далее. Ну, да, лекции очень разные, но общая тема их объясняющая, это реализация общественно значимых проектов. То есть на каких-то конкретных примерах, вот, допустим, я рассказывал про Зариум, в 5-ю субботу у нас будут спортсмены, спортивные проекты, в том числе киберспорт. То есть когда... Когда бегать не нужно. Бегать не нужно, да, качаешь правую... Указательный палец правой руки на мышке. Вот. И, ну, естественно, речь, вот, и журналисты, допустим, на этой неделе, там, спортсмены, и вот я, допустим, прошлую субботу, когда говорил, мы, естественно, говорим не только о нашей непосредственной деятельности, а на примере уже успешно реализованных проектов мы рассказываем какие-то вещи. Вот я, например, рассказывал, там, вот, формирование команды волонтеров, конкретно вот на примере Зари. Вот. Потому что теоретически это можно, конечно, рассказать, да? Ну, вот, делайте так, там, общайтесь так-то. А вот здесь вот у нас, у нас есть реализованная, да, вещь. То есть мы собрали 10 волонтеров, которые работают справочный раз. Собрали их по всей... Вот я вот этот процесс весь рассказывал. Ну, надеюсь, что это интересно. Конечно же интересно. Так у нас до эфира, я смотрю, остается примерно... Дофига. Не будем застрять на это внимание. Хотелось бы спросить о заделах на будущее, о том, что ждет людей, если они придут на ваш проект, и почему это именно суббота, связанная ли это с загруженностью недели? Или с Ветхим Заветом. Или с Ветхим Заветом, да. И что будет, что ждет? Ну, про субботы, достаточно редкая ситуация, когда 5 суббот в 1 месяц происходит. А в этом октябре 5 понедельников, 5 суббот, 5 воскресеньев. Ну, естественно, субботы гораздо удобнее для учащихся, для работающих людей, чтобы люди приходили. Название не несет в себе никакого смысла. Просто мы когда решили делать это в октябре, по субботам, смотрели, да, их 5. Ну, это как назвать, 5 суббот. Ну, вот, конечно, каждый решает сам, для себя делает выводы какие-то из того, чем этот проект помогает. Я, например, познакомился с несколькими интересными людьми, и пара человек из них мы будем привлекать на свои непосредственно деятельности. В Заре у нас есть другие некоторые проекты. Ну, в основном, конечно, кроме получения знаний, каких-то, хотя на таких семинарах, конечно, лекциях, не то, что именно знания какие-то получать, это скорее то, что ты уже знаешь, структурируется в голове, то есть выходишь посветленным, то есть по полочкам все разложено. А, ну, и знакомство, и общение. То есть я смотрю, люди первый день сидели такие все напуганные по разным местам. А вот в прошлую субботу тут уже люди между собой общаются, там, ну, так, все это интересно. Вот, и, кстати, я хотел поблагодарить Аню за экскурсию, по двадцать книг, было очень интересно. Мне больше всего понравилось, когда нас привели в хранилище, такие катакомбы, как и сфильм. Мы там нашли ошибки. Там было золото? Не знаю, я там очень боялся. И спрашиваем у сотрудницы хранилища, говорю, насколько у вас здесь книг? Денег. Да, сколько у вас здесь книг хранится? Она такая, да так, немного, миллион сто сорок тысяч, совсем чуть-чуть, да? Я, кстати, по хранилище хотела сказать, что у нас очень часто хотят попасть туда, и вот у вас будет такой шанс третьего ноября в шесть часов ночь искусства, у нас будет открыты двери, и все желающие смогут попасть туда, там будет какой-то очень интересный квест. Приходите. Да, перед вами, уважаемые друзья, будет миллион сто сорок, это тоже упускать нельзя, такая цифра, перед одним человеком много чего значит. что у нас в гостях находятся просветители, люди, которые создают удивительные вещи, помогают реализовывать всевозможные инициативы, связанные и с киперспортом, и с журналистикой, и с медиапродвижением. Аня Михаил, у нас Плайцеба, или Плайсиба, как многие называют, кстати, скоро состоится концерт, если не ошибаюсь, в Москве, и эта вещь, вещь, снова их епишника, епишника, поехали. Ты сидишь, что ли? Давно? С 22? Ты быстро, из бронзина стала обычной опять. Так я же быстрейся. У меня волосы просто стали портиться после этого понятного эксперимента. Не, ну у тебя всякие средства, ты же там еще моешь голову, а я-то. Я покрасил, и все, и застыло. И снывал краску 3 года. Не, я краску, слава богу, смыл. Я ее смывал 3 дня, там вообще сложно было технологии. Я лимоном, лимоном, ромашкой отмывал, короче, я сжег все, все было. Вы свечу красок. Не я красок, не у меня красок. Я помню. Остатки красок, которые она не использовала на себе. Все на меня вышло, очень неудачно, переобращивали. У меня был фиолетовый цвет. У бабушки. Да, я ходил на работу в шапке. Потом был рыжий, тоже опять неудачно покрасили. И где-то на третий день тут у меня появился пепельный, относительно пепельный. Но голова покрыла с коркой. Такое чувство, что там это, крестьяне поработают с картошкой. А потом уже волосы растут дальше. И как у меня получается, потом стреляешь. Поэтому решил использовать настоящие цвета. Все-таки нужно забежать, как бы. Забежишь? Ну да, так уберешь и кружишь. С той же самой программой. Кидала. Чуды нет. А у вас там когда? С 6 часов до 11. Можно больше. По сегодняшему. Тебе надо диалог добавить, который создала Эля Пронина для ночи искусства художественного музея. Ага. Надо, надо. Переманить все. Вы просто бы там время определили, например, рейтиносток. Ты во сколько там стоишь? Не знаю пока. Потому что у нас Егор в квартал идет и к нам идет. Хорошо. Я, кстати, в воскресенье посмотрел передачу. Я посмотрел. Ну там, конечно, так или иначе дети победят. Егор уже старенький, к сожалению, для этого. Извините, как? Еще молодец. Да, молодец. Я даже переживал. Я просто у меня такое случилось интересное приключение в телевизор. Я телевизор не смотрел ну год или больше. Ну так, чтобы час или два. И просто переключал обычные каналы. В целом, конечно, у нас все хорошо. Я понял. По телеку идут какие-то неизвестные. У меня был бастер 80-х годов. Там про тени с этими непонятными склуней и так далее. Вот. И что-то еще. А, ну вот, я первый раз посмотрел передачу по развлекательному. Причем развлекал меня Егор. Ну понятно. У меня вообще телевизора-то нет. У меня тоже нет. Я был в коротовке про древнюю. Ну, есть телевизор. Я смотрю аниме в планете. У меня, кстати, папа обожает этот канал. Я вчера, когда, да, вчера посмотрел про крокодилов и про львов. Вот это. Я включаю фон и молнион. Занимаюсь своими словами. Животные жируют друг у друга, а я благодарю победу. Да, привет. Уважаемые друзья, у нас в гостях Михаил и Аня. И, наверное, последний вопрос на сегодняшний день. Ребята, возникают у вас какие-то сложности, препятствия при организации тех же самых пяти суббот? Были у вас какие-то серьезные прецеденты, может быть, с какими-то коммерсантами, которые не хотели исправлять тезис или свое какое-то кредо, написанное на большом панере? Были у вас какие-то стычки, не знаю, с местным населением, которое хотело говорить безграмотно и неуклюже и не хотелось слушать вас? Ну, стычек-то как-то таковых не было, естественно, но очень часто при обращениях каких-то по поводу ошибок люди просто игнорируют и, конечно, агрессии никакой нет в основном, но так какое-то пренебрежение, желанство, да, ну, и что такого это, ну, есть и есть. Рядом, Гулянский очень разгражает этот магазин, информания называется, по правилам русского языка он должен писаться мехомания, он называется мехомания, вот я, когда вижу рекламу, у меня всегда прям начинают это. Почему надевают животных? Ты сразу надеваешь пуховик. Да, примерно так. Вот, ну, проблема, как любой некоммерческой организации, это финансирование, то есть, если бы у нас было чуть больше денег, мы бы любили. Вам надо было почаще в хранилище у Ани, там много-много редких книг. Там есть книга «Как заработать». «Деволюционная». Да, ну, вообще, «Заря», конечно, имеет опыт хорошего финансирования, ну, государственного, 6,6, по-моему, за всю историю получали грант, президентский, местный, областный. В этом году вот не получилось, мы там в пяти конкурсах участвовали, мы везде прилетели, мы будем продолжать это делать, а пока все существует на наши с максимумом деньги, личные. но нам вот очень повезло, что дворец книги заинтересовался нашим проектом и предоставленным помещением, потому что мы собирались арендовать, вот, и те деньги, которые мы сэкономили на аренду книг, направили на рекламу, продвижение. Уважаемые друзья, у нас сегодня в гостях были Аня Андреева и Михаил Камаев, Камалеев, Камалеев, практически как автомобиль или как покрышка для велосипедов. В общем, люди, которые занимаются действительно очень хорошими вещами, приходите в субботу, в эту субботу, дабы прослушать любопытные вещи по... Работа журналистов будет, это тема этой субботы в 12 часов с книг и сал Карамезин. Абсолютно бесплатно, если не ошибаюсь. Приходите. До новых встреч. Пока.